Свято-Троицкий кафедральный собор уже четвертый год находится в стадии глубокой реконструкции. Основные работы уже проделаны. Осталась самая время затратная часть – благоустройство. Пока позволяла погода, началась внешняя покраска собора с северной стороны, где находится пристрой Успения Пресвятой Богородицы. Внутри этот пристрой уже расписали и сейчас доделывают иконостас. Природным камнем строители вымостили два крыльца Троицкой церкви. Центральный и Северный. Это не только красиво и долговечно, но и практично. Теперь вход в собор не скользкий, как это было раньше. Рождественский пост, как и любой другой в православии, это в первую очередь молитва. В это время верующие отказываются от мяса, птицы, яиц и молочных продуктов. Однако в четные, выходные и праздничные дни им можно есть рыбу. Также в это время церковь не проводит обряды венчания. В течение сорока дней верующие через смирение плоти будут укреплять дух, чтобы в ночь с 6 на 7 января встретить великий праздник Рождества Христова. Благодаря Господу нашему, Иисуса Христа, имену Бога и Отца, и причастие святого будешь у всех вовремя. За божественной литургией была прочитана евангельская притча Христа Спасителя. О том, как один законник хотел узнать, кто есть его ближний, о любви к которому призывает нас заповедь Господня. На что услышал от Христа рассказ о милосердном самаритянине, который оказал помощь человеку, нуждающемуся в ней в этот момент, и ставшем самым ближним для этого человека. Епископ Филарет, обратившись к прихожанам по окончании богослужения, сказал, что в предстоящий пост эту притчу следует иметь как основной ориентир. За это время нуждающихся в поддержке и участии людей на пути верующих третится немало. Так что милость ближнего своему много спасает, милостыни спасают и от нищеты, и от горя, и от бедствий, и от секретных несчастья. Поэтому, братья и сестры, будем творить милостыню, не заводим. В предстоящее время рождественского поста архипастырь пожелал каждому духовной мудрости, христианской любви ко Господу и теплой молитвы. Ведь без молитвы любой пост, как целесный, так и духовный, не имеет смысла. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.